Доброе утро, друзья! 8 мая на календаре. Пятница, но не последняя программа на этой неделе. Очень надеюсь, что День Победы мы с вами тоже встретим вместе. Не забудьте завтра утром включить наш канал. А сегодня вам предстоит приготовить необычный ролл под руководством Ольги Фадеевой. Подключиться к всероссийской акции «Окна Победы». Я хочу рассказать про своего прадеда Малахова Ивана Алексеевича. Он воевал на Финской войне. Ощутить себя самым важным винтиком в часовом механизме. Лучше увидеть все самим. А может быть, даже повторить и стать частью необычного флешмоба. Вспомнить родных фронтовиков. Мой дядя Дмитрий Алексеевич прошел войну и был командиром. Понаблюдать за очень странными друзьями. И прослушать сводки с Офинформбюро от 8 мая. От Советского информбюро. 8 мая 1942 года. Крымский фронт. Советские войска ведут тяжелые, кровопролитные бои с противником. После массированного авиационного удара немецко-фашистские войска перешли в наступление. Для содействия наземным войскам активно используется фашистская авиация. За 8 мая она совершила около тысячи самолетовылетов. Немецкие истребители блокировали все советские аэродромы на Крымском полуострове. В воздух сумел подняться всего один полк самолетов И-153. На Керченском полуострове потеряно 48 самолетов армейской и фронтовой авиации. 8 мая 1943 года. В течение 8 мая на Кубани, северо-восточнее Новороссийска, наши войска, преодолевая яростное сопротивление противника, подошли к новой линии обороны немцев, оборудованной многочисленными инженерными сооружениями. Наши части мощным артиллерийским огнем и бомбардировкой с воздуха уничтожали долговременные огневые точки, блиндажи и другие укрепления противника. На других участках фронта ничего существенного не произошло. 8 мая 1944 года. В Крыму наши войска, при поддержке массированных ударов авиации и мощного огня артиллерии, вчера, 7 мая, начали штурм сильно укрепленных позиций немецко-фашистских войск, обороняющих Севастополь. За два дня ожесточенных боев наши войска сломили сопротивление противника и на всем протяжении прорвали основную полосу Севастопольского укрепленного района сильно развитой системы железобетонных сооружений. Наши войска продвинулись вперед до 6 километров, заняли высоты и мощные узлы обороны противника и завязали бои на ближних подступах к городу Севастополь. 8 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника, овладели городом Дрезден и вступили на территорию Чехословацкой республики. Войска 1-го и 2-го Белорусских 1-го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соединились с американскими и английскими войсками. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени подписан акт о безоговорочной военной капитуляции Германии. Хозяюшки наверняка уже ломают голову. Чем порадовать и удивить своих близких в честь праздника? У Ольги Фадеевой есть одна идея. Правда, чтобы у вас точно все получилось, возьмите все-таки для этого блюда 3 сырка, а все остальное по рецепту. Записывайте! Доброе утро, друзья! Сегодня мы гостим у Ольги Фадеевой, хозяйки ресторана «Рус». Доброе утро, Оль! Доброе утро! Теряюсь в загадках, что будем готовить? Да, сразу не определишь. Я бы, например, если бы увидела продукты, тоже бы сразу не сообразила. Но мы подскажем. Мы будем готовить сырный ролл. Звучит заманчиво. Готовится очень интересно. Продукты наипростейшие. Они у нас все в холодильнике. Для гостей, я думаю, будет непонятно, что это такое, но они оценят и потом обязательно сделают. Нам потребуется 2 плавленых сырка. Мы уже очистили. 4 отварных яйца. 200 грамм крабовых палочек. Сметана, майонез в равных долях. Где-то по 150 грамм мы взяли. Чеснок. Мы почистили 4 зубчика. А кто любит поострее, значит, добавит побольше. Черри нам понадобится для украшения. И зелень тоже для красоты. Ну и для вкуса, конечно, но красоты никто не отменял. С чего начнем? Начинаем мы с чего? Мы берем пакет. Большой пакет. Потом нам придется раскатать на весь этот пакет наш ролл. Поэтому мы сюда закладываем 2 плавленых сырка. Завязываем пакет. И отправляем это все в микроволновку на 30-40 секунд. При обычной мощности. Они у нас подрасплавятся. И дальше мы их будем раскатывать. Наши сырки приобрели такую мягкую-мягкую консистенцию. Мы сейчас выпустим немножко воздух. Они у нас стали мягкие и горячие. Они, конечно, совсем не расплавились. Сейчас мы аккуратно их вот так разминаем ложечкой сначала. Ага, у нас все получается. И сейчас нам нужно дальше проделать такую процедуру. Эти сырки нам нужно раскатать на весь пакет. Мы берем скалку и раскатываем. Мы раскатали. Вот у нас получилось где-то потолще, где-то потоньше. Но мы аккуратно раскатали. У нас еще остывают сырки. То есть вот мы можем сейчас просто переместить вот такой красивый наш пакет в сторону, чтобы он у нас 5 минут пока остывал. Мы займемся начинкой. Яйца мы делим пополам. Желтки будем отправлять сюда, а белки в соседнюю емкость. Готово. Теперь нам нужно потереть на терке белки. Трем на крупной терке. Первая начинка у нас будет из белков. Чтобы у нас это превратилось в начинку, нам нужно сюда добавить сметану, майонез. Нам нужно ее смешать в равных долях. То есть мы берем вот такую вот емкость, отправляем сюда сметану и майонез в равных долях. Вот сколько мы взяли, мы прям перемешиваем. Посмотрим, сколько нам понадобится. Ну пусть у нас будет побольше, чтобы сочно было. И сюда же мы выдавливаем чеснок. У нас они небольшие, поэтому мы все 4 добавляем сюда. Перемешиваем. И уже теперь вот эту заправку мы добавляем к белкам. То есть мы эту заправку делим. Частично мы положим к желткам и к белкам. А крабовые палочки у нас без заправки. Перемешиваем. И сюда добавляем, чтобы нам можно было разровнять по всей поверхности ролла. То есть пока кладем сюда одну столовую ложку большую. Перемешиваем. И смотрим, какая у нас консистенция. Вот одна столовая ложка. Такая как раз консистенция, какая нам нужна. Первую начинку мы отодвигаем в сторону. Готовим вторую начинку. Нам понадобится 4 желтка. Мы их натираем на поменьше терку. Не на крупной. На средней, на обычной. И тоже сейчас туда добавим заправку. Аккуратненько так. Тоже вот где-то ложку одну столовую. Перемешиваем. И третья начинка у нас крабовые палочки. Мы их натираем на крупной терке. Можно их и порезать, но мы натрем их на крупной терке. Так и побыстрее. И смотрится тоже красиво. Потерли. Вот у нас так много получилось крабовых палочек. Взяли мы 200 грамм. Поднапомним. Отодвигаем пока в сторону. И возвращаем уже остывший пласт сыра. Чтобы нам теперь на него красиво положить начинку, мы берем его, разрезаем пакет сверху. Низ у нас, естественно, остается. Первое, что нам нужно сделать, это намазать сверху первой начинкой из белка. Второй слой крабовые палочки. Просто засыпаем все сверху. Третий слой из желтка. Мы его вот так вот распределим. Получилось у нас намазать. Аккуратненько мы добавили еще ложечку нашего соуса. Нарезаем петрушку. Оставляем для того, чтобы украсить сверху. И остальную часть вовнутрь. Распределяем зелень. И сейчас ролл будем сворачивать. Наш рулет получился такой вот величины. Ну, как раз на всю семью и для гостей. Можно, конечно, было сделать его и покороче. Он бы тогда был гораздо плотнее. Поэтому сырное у нас получилось... Первый слой получился тонковат. Но ничего, на будущее, то есть мы говорим, можно взять три сырка. Тогда слой будет потолще и перенести его будет на тарелку гораздо легче. Мы порезали оставшуюся петрушку. Украшаем сверху петрушкой. Берем помидоры черри. И будем нарезать вот такими колесиками. И уже колесиками украшать. Готово. Красота. И все-таки достаточно быстро. Ну, надо немножко иметь сноровку. Конечно, с первого раза, может быть, что-то будет не получаться. Может быть, ингредиенты наших начинок можно и смешать. Но мы пытались сделать послойное. То есть этот рулет, он дает возможность каждый раз его сделать по-новому. Для творчества? Да, для творчества. Начинку тоже можно менять. Так что пробуйте. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как появилось слово «животное»? Как ваше настроение? Должно быть предпраздничным, бодрым, радостным. Сегодня столько всего нужно успеть. А вы не пытайтесь все дела сами переделать. Всей семьей с ними справляйтесь. Так и проще, и быстрее, и веселее. Берите пример с героев нашей следующей рубрики. Деревья, выросшие из одного корня, возможно, порой мешают друг другу. И все-таки любую беду и любую радость они встречают вместе. Все делят поровну. Как и люди. Вместе мы с любыми проблемами справимся. А общие корни нам помогут. К любому празднику мы готовимся заранее. Убираем квартиру, продумываем меню, покупаем продукты. Но День Победы, тем более юбилейный День Победы, нужно встречать в особой обстановке. А создать ее совсем нетрудно. Сейчас мы вам все подробно расскажем. Помните, как в детстве мы любили разрисовывать окна к Новому году? У сегодняшних мальчишек и девчонок есть возможность в канун Великой Победы создать праздничное и торжественное настроение себе, своим близким и многим зареченцам. Официальный сайт Года памяти и славы, год2020.rf, объявил в стране акцию «Окна Победы». К ней может присоединиться любой желающий. Для этого нужно лишь немного фантазии и умения рисовать. Изобразить можно любые символы Великой Победы. Это могут быть георгиевские ленточки, красные звезды, праздничный салют, слова благодарности в адрес ветеранов. А кто не уверен в своем таланте художника, может воспользоваться трафаретами, которые представлены на сайте. Здесь и памятники, и вечный огонь, и солдаты. Трафареты нужно скачать, распечатать и вырезать. Есть те, что просто приклеиваются к окну мылом, по другим можно красками нарисовать картинку на стекле. Дворец творчества детей и молодежи Заречного присоединился к этому проекту. Мой прапрадедушка Коля прошел две войны. Первую – мировую, вторую – Великую Отечественную. Он побывал в плену, потом сбежал. Он был фельдшером. У него было много медалей. Мой прапрадедушка Гранжа Яков Иванович служил в ремонтной бригаде танковых войск. Пропал без вести в 43-м году. Мы ими гордимся. Мой праздник, мошенский Леонид Борисович, прошел всю войну и дошел до Берлины. Каждый год я праздную праздник 9 мая, в этом году я не могу подойти на парад. Поэтому участвую в акции «Окна победы», чтобы все люди знали, что мой праздник – герой Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать про своего прадеда Малахова Ивана Алексеевича. Он воевал на Финской войне, а после, когда началась Великая Отечественная война, он пошел защищать нашу Родину. Бои в Новороссийске были жестокие. В одном из боев наш праздник пропал без вести. На его родине, Пеницкая область, станция «Соседка», был установлен памятник в честь его и других погибших на этой войне из этой деревни. Я хочу сказать спасибо за победу и чистое небо над головой. Если и вы решите принять участие в акции, присылайте фотографии или видео украшенных вами окон на почту октавийсобака.yandex.ru Нет, не похвалы ради, а для того, чтобы почувствовать себя частичкой огромной страны, которая помнит своих героев и гордится ими. Потому что окна победы нужны не для красоты. В первую очередь они создаются для того, чтобы мы не забывали свою историю и имена и лица родных, которые сражались за нашу землю на полях Великой Отечественной. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление 737 мм ртутного столба, Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, ночью 11-13 градусов тепла. Магазин «Хобби и творчество» готов порадовать детей и взрослых широким ассортиментом товаров, способных сделать жизнь ярче и интереснее. Магазин «Хоббиты», улица Зеленая, 10Е. Программа с очередным обращением главы «Росатома» Алексея Лихачева. Предприятия «Росатома» продолжают бороться с COVID-19. Неравнодушные атомщики вступают в ряды волонтеров. Смотрите в среду в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По-прежнему главными новостями в мире остаются события, связанные с пандемией. Наши бредовости тоже без них не обходятся. Сегодня, как ни странно, никто не чудит, не дурачится, не совершает необъяснимые поступки. Все едят и занимаются творчеством. Все тихо, благородно, по-старому. Доброе утро! В эфире бредовости. И вот, что вы сегодня увидите. Ешь сыр и докажи, что ты патриот Франции. Картина в картине, которая в картине в картине. Полная самоизоляция часовых дел мастера. А теперь обо всем более подробно. ТИБИ-ШОУ! Настоящие патриоты Франции теперь могут на деле доказать любовь к своей стране. Для этого им нужно просто каждый день есть сыр. Дело в том, что из-за пандемии продажи этого продукта упали в стране на 60%. Раньше его покупали рестораны. Но теперь они не работают. Да и рынки закрыты. Поэтому представители индустрии призывают граждан есть сыр в знак солидарности с производителями любимого всеми продукта. Иначе те рискуют разориться. Из двух тысяч тонн сыра, которые должны были продать за последний месяц, полторы остались у изготовителей. ТИБИ-ШОУ! Вы когда-нибудь устраивали зеркальный коридор с многочисленными повторениями самого себя? Художники решили показать это явление по-своему. Все началось с того, что одна из пользователей популярного портала выложила фотографию своей мамы с ее новой картиной. А дальше? Впрочем, лучше увидеть все самим. А может быть, даже повторить и стать частью необычного флешмоба. ТИБИ-ШОУ! Если когда-нибудь вам посчастливится оказаться в аэропорту Амстердама, обратите внимание на местные часы. Сейчас, в период пандемии, они актуальны как никогда. То ли художник, то ли часовщик. То ли на работе, то ли у себя дома, то ли на удаленке. Полная иллюзия запертого в часах трудолюбивого бедолаги. Сейчас он очень похож на всех, кто придерживается режима самоизоляции. По-моему, очень интересная идея. Хотя и странноватая. Все-таки чудной народ эти дизайнеры. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите завтра. А сейчас на очереди гороскоп. Овен. Благодаря друзьям у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Попытайтесь, но не забывайте об осторожности. Телец. Займитесь сегодня физическим трудом, а всю умственную работу перенесите на другой день. Дайте голове отдохнуть. Близнецы. Возможны беспочвенные нападки со стороны окружающих. Неприятно, конечно, но расстраиваться из-за этого не стоит. Реальной угрозы нет и в ближайшее время не будет. Рак. Не начинайте ничего нового. Вряд ли это принесет успех. Лучше доведите до полного совершенства то, что сделали ранее. Лев. Если душа просит острых ощущений, это ваш день. Можете даже позволить себе надавить на того, в чью пользу играете. Дева. Вам удастся сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили, в хорошем темпе и с наилучшими результатами. А после обеда можно и расслабиться. Весы. Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать. А занятые руки могут помешать вам получить нечто большее. Скорпион. Сегодня вас упорно не будут замечать, а с вашим мнением не захотят считаться. Лучше пока не высовываться. Стрелец. Вы готовы взвалить на свои плечи очередную тяжелую ношу. Остановитесь, передохните и хорошенько подумайте, стоит ли продолжать в том же духе. Козерог. От предложений помочь вам сегодня лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого. Водолей. У вас достаточно собственных забот. Зачем вы стараетесь решить чьи-то еще? Занимайтесь только тем, что важно для вас. Рыбы. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. Если не последуете этому совету, так ничего и не сделаете. А жаль. Энергии-то у вас хоть отбавляй. Мы продолжаем знакомить вас с материалами о фронтовиках, которые с вашей помощью нам удалось собрать в 2010 году. Наверняка кто-то из зрителей сегодня увидит своих родных. А кто-то, возможно, тоже захочет, чтобы мы рассказали о его близких в нашей программе. Нет ничего проще. Присылайте фотографии и все известные вам данные на адрес утрособака.trkz.ru Только не забывайте, что вес письма должен быть не более 7 мегабайт. Обещаем подготовить зарисовку о ваших родных сразу после праздников. А сейчас смотрим видео из нашего архива. Мой дядя Дмитрий Алексеевич прошел войну и был командиром. И нам присылали то безвести пропавшие, то где-то похоронен. Дочка пошла в библиотеку. Мама говорит, а кто Аверин Дмитрий? Я говорю, это дядя. Мама, он на Ваганских кладбищах похоронен. А я была у него. Я ездила в Москву, стоял автобус туристический. И села, и поехала. Ну зачем мне надо было ехать на эти кладбища? А кровь-то тянула. Разве я знала, что там мой дядя схоронен? Друг его сказал, как он погиб, рассказывал ей, что шел бой. И они были в окопах. И немец засек их в окопах, где они скрываются. И стали бомбить и бомбить и бомбить. И дали приказ выходить или же строить землей. А он как командир, он первый вышел, говорит, вперед за Ленина, за Сталин, за Родину. И его сразу говорят, как косой скосили. И больше я его не видела. И вот только я обнаружила, что он на Ваганских кладбищах. Николай Алексеевич Крысин. В 1937 году был зачислен курсантом школы ветеринарных фельдшеров 14-й кавалерийской дивизии. Участвовал в финской войне. Во время Великой Отечественной служил в армейском ветеринарном лазарете. Лечил раненых лошадей. Освобождал Сталинград, Украину, Румынию, Польшу, Чехословакию. Брал Берлин. Домой вернулся лишь в 1946 году. Дома его ждали жена и дочь. Александр Максимович Голубев. В конце 1940 года был призван в армию. Дома осталась жена с новорожденным сыном. На фронте был сапером. Награжден орденами и медалями. Однажды в качестве поощрения получил право сфотографироваться у Красного Знамени. Участвовал в русско-японской войне. Друзья, уже завтра мы узнаем имена всех победителей конкурса «75 лет без войны». Они получат подарки от наших спонсоров. От сети магазинов «Городок игрушек» вот такие подарочные сертификаты и игры «Веселая башня» и «Спаси пчелу». Еще двум призерам достанутся подарочные сертификаты сети «Планета канцелярии» и по целому пакету ярких, качественных предметов для учебы и творчества. Не пропустите завтра праздничный выпуск программы «Доброе утро, Заречный». Слово пришло к нам из старославянского языка, где «живот» – это «жизнь». Отсюда пошло выражение «не щадя живота своего», то есть «не щадя жизни своей». А животное – это живое существо. Если вдруг засомневаетесь, как писать «животное» или «же-вотное», вспомните о слове «жизнь». Гусь-свинье не товарищ? Еще какой товарищ, если это рубрика «Вот это да!» В ней и не такое случается. А здесь все объяснимо. Маленького поросенка родные не захотели принимать, потому что он был очень слабеньким, да и по цвету от всех отличался. А вот птицам малыш чем-то приглянулся. Они взяли его под свою опеку и даже защищают от вредных родственников. Смотрим! Маленький Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают А все говорят, что у них одни инстинкты Ничего подобного Любое живое существо способно откликнуться на доброту и заботу Щедро дарите свое тепло тем, кто рядом с вами Хорошего всем дня! Очень надеюсь, завтра с вами увидится Субтитры создавал DimaTorzok